Девочка-пай Братья и сестры, я вас приветствую. Для нашего рассуждения давайте мы откроем книгу пророка Исаии, 53 главу, и мы прочитаем ее всю сначала. 53 глава пророка Исаии. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал ус своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец предстригущим Его безгласен, так Он не отверзал ус своих. От ус и суда Он был взят, но род Его кто изнеснит, ибо Он отторгнут от земли живых. За преступления народом Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему Я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Я хотел обратить ваше внимание на последний стих, или конкретно на последнее слово, которое мы прочитали, на роль Иисуса Христа как ходатая в Новом Завете, как ходатая нашего. Первое, что я хотел бы остановить ваше внимание, вообще на роль ходатая. Что вообще делал посредник, и вообще для чего он необходим был? Если вспомните, в Ветхом Завете мы читаем историю, когда Авраам переходит с места на место, и приходит время, когда у него умирает его жена. И он приходит вот к сынам Хетовым, и не зная, что там сидит вот этот сам хозяин вот этого вот поля, где находится пещера, и он, желая похоронить свою жену там, он обращается к сынам Хетовым и говорит, «Вы, говорит, поговорите за меня, чтобы он мне отдал эту пещеру и поле за достаточную цену». Интересно, что Авраам, хотя он и жил уже там, но ему необходимо было иметь какую-то личность или какие-то личности, которые имели больший подход или большее как-то восприятие вот этим человеком, который держал вот это вот поле и гробницу. Другой момент, если вспомните, когда вот у Давида Амнон совершает грех, и Авессалом его убивает. И Авессалом начинает прятаться от Давида. И одно время он живет в земле филистимской, и потом уже, когда он слышит, что сердце Давида как-то стало склоняться, как-то он уже успокоился, как-то остыл от всех этих воспоминаний, что сделал Авессалом, то он просит вот этого Иава, или вот Иав слышит, что вот Давид стал склоняться, и он через эту женщину договаривается с Давидом, чтобы Авессалом мог перейти с земли филистимской. И Давид соглашается и говорит, «Пусть он перейдет, но что бы, говорит, он не видел моего лица». И потом проходит еще какое-то время, и потом Авессалом его вызывает, этого Иава, и он использует его. И он говорит, вот, говорит, «Пойди, поговори». Я, говорит, «Хочу здесь жить, я хочу видеть лицо отца моего». И опять заметьте, насколько был важен посредник, насколько был важен ходатай для Авессалома, чтобы он мог туда перейти. Если мы пойдем дальше и посмотрим даже как бы на всю нацию народа израильского, и мы открываем книгу «Исфирь», и посмотрите, сама «Исфирь» является вот этим ходатаем, чтобы спасти весь народ израильский. Заметьте вот эту вот мысль об «Исфире», когда она заходит к царю, и там необходимо было найти благоволение перед царем, чтобы вообще сам ходатай как бы мог войти, чтобы она могла сама приобрести благоволение, и потом, чтобы она могла просить за жизнь евреев в той стране. Когда открываем книгу Иова, и Иов, вот находясь в этих страданиях, находясь в болезни, и хотя он был праведник, он чувствует нужду в том, чтобы был посредник между человеком и Богом. И он вот в Иове 9 глава 33 стих, он говорит, «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас, чтобы кто-то встал между Богом, и чтобы встал кто-то между Иовом, и чтобы Бог мог, или чтобы Иов мог общаться с Богом через посредника». Если вы посмотрите на то, в чем вообще является роль Иисуса Христа как нашего ходатая, потому что, когда мы открываем Новый Завет, и Иисус Христос, он выступает во многих местах, как ходатай между Богом, как посредник между Богом и человеком. Если вспомните, когда Иисус Христос обращается к Петру, и он говорит, что, говорит, «Сатана, говорит, просил сеять вас, как пшеницу, но я, говорит, молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Заметьте, что если бы не было Иисуса Христа как ходатая в Новом Завете, во-первых, бы вера оскудела у самого Петра, и потом роль апостола Петра, когда Иисус Христос говорит, «И чтобы ты потом мог утвердить братьев своих». И заметьте, что в Новом Завете Иисус Христос, Он является не просто нашим спасителем, кто за нас принес себя в жертву, но Он является и той личностью, тем посредником, который молился и молится Богу о том, чтобы вера в нас, она не оскудела, чтобы вера в нас, она укреплялась. И вот когда у человека проходят, может быть, какие-то переживания в своей жизни, какие-то искушения, и у человека, может быть, пропадает вера, или она как-то оскудевает, как вот Христос сказал о Петре, опять Иисус Христос, Он выступает в этой роли ходатая, чтобы у человека, верующего в Новом Завете, укреплялась и не оскудевала его вера. Следующий момент, заметьте, что когда Иисус Христос был на земле, и Он говорил о том, когда люди в Новом Завете будут обращаться к Богу, то они будут молиться во имя Иисуса Христа. И Он говорит, чего, говорит, вы не попросите во имя Мое, той, говорит, Я вам дам, чего вы не попросите у Отца Моего. И заметьте, что в Новом Завете, если бы не было Иисуса Христа, то практически бы человек от Бога ничего не получал. В Новом Завете, если бы не было Иисуса Христа, как нашего ходатая, то человек практически, когда бы молился Богу, Бог бы его не слышал. Потому что сам человек по природе, он считается грешный, и мы только ради крови Иисуса Христа, из-за Иисуса Христа, то, что Он является нашим ходатаем, когда мы обращаемся к Богу, Бог способен слышать нас и отвечать на наши молитвы. Заметьте, другой момент, когда Иисус Христос обращается к Своим ученикам, и Он говорит о том моменте, который мы сегодня вспоминаем, что Он уйдет с этой земли, и Он говорит, Я, говорит, когда уйду, Я, говорит, умолю Отца Моего, чтобы Он послал вам Духа Утешителя. И если мы посмотрим на Новый Завет, в каком состоянии находились ученики после смерти и после вознесения Иисуса Христа, и если бы не было Духа Святого, то практически не было бы никакой проповеди Евангелия. Заметьте, что вся проповедь Евангелия, она началась только из-за того, что опять Христос выступил в роли ходатая перед Богом, и Бог посылает Святого Духа на землю, и тогда вот народ, тогда ученики начинают проповедовать, и народ начинает обращаться к Богу. Другой момент, заметьте, роль Духа Святого, когда Иисус Христос говорит, Он говорит, Дух Святой, говорит, Он придет и обличит вас о правде, да, о грехе и о суде. И заметьте, что если бы опять Иисус Христос не выступил в роли ходатая, то вот этого бы не происходило в жизни человека. Не было бы вот той силы, которая бы обличала верующего человека в Новом Завете, или человека, живущего в Новом Завете, вот об этих трех вещах. Следующее, посмотрите, мы когда открываем 1 Иоанна 2 глава, там Иоанн говорит о том, что, говорит, дети, говорит, мои, я вам пишу, чтобы вы не согрешали. Но, говорит, если, говорит, кто согрешил, это 1 Иоанна 2 глава 1 и 2 стихи, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Опять, если бы не Иисус Христос, то каждый раз бы, когда человек согрешал, человек бы снова становился виновным перед Богом. Вот точно так же, как происходило в Ветхом Завете, человек приносит жертву за какой-то определенный грех, отходит от жертвенника, идет домой, проходит какое-то время, человек согрешает, он опять должен приносить вот эту вот жертву. В Новом Завете из-за того, что Иисус Христос является ходатаем, Христос находится перед лицом Отца Бога, и Он является этим ходатаем, чтобы наши грехи, которыми мы согрешаем, наши согрешения, которые мы допускаем в своей жизни, чтобы Бог Отец прощал нас, и чтобы Он снова не вменял нам вот это вот в грех. Заметьте, когда мы к евреям открываем 8 главу, 6 стих, там интересно, что Иисус Христос, Он называется ходатаем Нового Завета. Если мы смотрим на то, что является Завет, Завет – это практически договор. И когда мы открываем Новый Завет, опять послание к евреям, или Ветхий Завет о том, что такое является Завет Новый, то заметьте, что опять здесь существует одна часть, которая делается человеком. Когда Бог говорит, что я напишу законы мои в сердцах, в мысли вложу и так далее, и второе Он говорит, я, говорит, грехов, говорит, их не воспомину более, и я буду, говорит, милостив к неправдам их и так далее. И когда человек в Новом Завете не сдерживает и не исполняет свою часть, которую Он пообещал, то Христос опять выступает в этой роли ходатая для того, чтобы Бог, Он остался милостив, и чтобы Он исполнил свою вот эту вот часть, которую Он заключил, чтобы Бог, Он не вменял грехи снова, которые делает человек, и чтобы Бог оставался как бы верным вот этому Завету, из-за того, что человек нарушает вот этот вот Завет. И последнее, что я хотел, чтобы вы здесь заметили, вот преимущество Иисуса Христа, или важность иметь Иисуса Христа как своего ходатая в Новом Завете. Помните, когда мы открываем Первое Царство, и мы читаем о жизни священников, сыновей Илья. И когда Илья слышит вот эти вот разговоры или о грехах, которые совершают его сыновья, он, интересно, обращаясь к ним, говорит, что говорит, если, говорит, человек совершит против человека, то помолится о нем Богу. А говорит, а если совершат, если они согрешат против Бога, то, говорит, что произойдет? И вот опять вот этот вопрос отвечается в Новом Завете. Когда человек согрешает не просто против человека, но когда человек согрешает против Бога, заметьте, насколько важно иметь первосвященника, ходатая, посредника Иисуса Христа. Если помните, когда мы читаем в Ветхом Завете историю, когда выходит народ израильский из Египта, и когда вот Бог является им, и потом Моисей уходит на гору на 40 дней, что происходит с народом израильским? Народ начинает поклоняться идолу. И этого идола им сделал Аарон. И казалось бы, что вот за этот грех, за то, что сам Аарон сделал, и за то, что народ начал поклоняться этому идолу, надо было, наверное, произнести, вынести вот этот суд смерть самому Аарону. Ну, помните, когда вот уже во второзаконии Моисей говорит или вспоминает о том, что вот происходило, то он говорит вот интересные слова, говорит, и говорит, когда Аарон согрешил, я, говорит, молился за него. И Аарон не был поражен смертью, потому что у него был вот этот посредник, и Моисей называется посредником. Даже помните, когда его тесть пришел, и он говорит ему, вот, назначь там людей и так далее, чтобы, говорит, тебе не утруждать себя. И он говорит, а ты, говорит, будешь посредником между Богом и между ними, и тогда ты будешь передавать вот эти вот слова. И заметьте, что здесь Бог не поражает смертью Аарона из-за того, что у него был посредник. Мы, когда вот смотрим дальше, то посмотрите, насколько опять важно иметь себе посредника, который практически находится в правильном состоянии перед Богом. Бог, истребляя Содом и Гоморру, вот интересно, что он не пошел просто к Лоту, чтобы его вывести. Но там интересные слова написаны о том, что Бог, когда стал истреблять, Он, говорит, вспомнил об Аврааме. И опять Авраам вот здесь является вот этим вот посредником. Когда Бог приходит к Аврааму и говорит о своих намерениях, что Он будет истреблять вот этот город Содом и Гоморру, опять Авраам выступает в роли посредника, и Бог с ним общается, и Бог идет и выводит Лота из этой среды. Помните, когда вот снова история про Иова, и уже в конце, в последней главе, в 42-й главе, когда Бог обращается вот к этим друзьям Иова, опять Он говорит, вы, говорит, возьмите себе вот этих семь телит, семь овнов, придите к Иову, принесите за себя вот эту вот жертву, и говорит, и пусть Иов за вас помолится, потому что, говорит, только, говорит, я лицо его приму, я, говорит, вас, говорит, не приму, потому что вы не так точно говорили о мне. И опять заметьте, насколько важно иметь вот эту личность, иметь Иисуса Христа своим посредником, своим ходатаем. Мы о нем читаем, что Он есть единственный посредник между Богом и человеком. Он, написано, был искушен во всем, кроме греха, что Он безгрешный. И вот сам момент в том, чтобы иметь Иисуса Христа, ту личность, кто никогда не грешил, кто всегда находится в правильном состоянии перед Богом Отцом, кто всегда находится в состоянии, где его Бог, Отец, слышит, насколько это важно. Вот вы помните, как основой вот про Моисея и Аарона приходит момент, когда согрешают они оба. И вообще вот мы, когда читаем эту историю, если, может быть, сравнить вообще, что было хуже, не послушаться и ударить по скале или ввести народ израильский в грех, чтобы они поклонялись вот этому Тельцу. И, наверное, каждый из нас скажет, ну, конечно, Тельцу, это уже и дало поклонство было, здесь как-то не так. Но заметьте, что происходит там. Оба не входят в обитованную землю. И когда Бог к ним говорит, обращается, говорит, пойди вот, говорит, на гору умри, потом к Моисею пойди на гору умри. Заметьте, что когда Моисей умирал, он не от старости умер. Это был вынесен практически суд Богом ему за тот грех. И заметьте, что у Моисея не было ходатая, кто бы за него молился. Аарон погибает или не входит в обитованную землю, потому что ходатай, которого он имел до этого, он был не в состоянии, когда бы Бог его услышал за Аарона. Когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы имеем ходатая, который безгрешен, который всегда предстоит перед Богом. И заметьте, насколько важно, чтобы мы имели на своей стороне Иисуса Христа. Заметьте, что Иисус Христос, во-первых, укрепляет нашу веру. Иисус Христос, это Он причина, почему Бог отвечает на наши молитвы. И Иисус Христос, Он причина, почему мы имеем Духа Святого здесь, на земле, в Новом Завете, в Своем сердце и так далее. И заметьте, что когда мы согрешаем, снова Иисус Христос, Он является ходатаем, Он является причиной, почему Бог остается верный в Новом Завете, о котором Он говорит. Сегодня мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа. И когда мы говорим о том, что нужно участвовать достойно, заметьте, что здесь мы говорим о том, чтобы мы не согрешили против самого Ходатая, чтобы вот эта кровь, которая была принесена однажды во Святое Святых, чтобы она нас омывала, чтобы вот Иисус Христос, Он оставался нашим ходатаем. Вот посмотрите, когда мы прочитали вот эту вот главу, вот все, что видели евреи в Иисусе Христе, как Он выглядел, совершенно не то, чем является Сам Иисус Христос для людей. Иисус Христос, Он не просто был обезображен, не просто Он был поражен, что Он выглядел хуже всякого человека. Но заметьте, вот насколько здесь Иисус Христос, Он может быть милосердный каждому человеку. Заметьте, что вот, когда Иисус Христос молился на Голгофе, и когда Его распинали вот эти люди, я думаю, что этим людям в грех это не пошло, потому что Иисус Христос попросил Отца, говорит, не в Мини, это им во грех. И опять, отношение их к Иисусу Христу. Если они приняли Иисуса Христа, то даже из-за того, что они Его распяли, то Бог на них не держит вот этого гнева, не будут они отвечать перед Богом. Но опять заметьте, вот это состояние или отношение к Ходатаю. Сейчас мы будем молиться. Давайте вот мы проверим, вот кем является Иисус Христос для нас. Если Иисус Христос является для нас Ходатаем, насколько мы ценим вообще вот это отношение с Иисусом Христом, насколько мы ценим то, чтобы Иисус Христос мог приходить к Отцу и Ходатайствовать за нас. И если наше состояние неправильное, то заметьте, есть возможность покаяться человеку, и Христос, будучи Ходатаем Нового Завета, Он будет Ходатайствовать о том, чтобы Бог оставался верный в Новом Завете и чтобы нас не погубить смертью. Аминь. Помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова